Shall we begin? Всем привет! Вы на канале Кругосвет из Третьяковой. Я приглашаю вас в путешествие по Шри-Ланке. Это страна самого лучшего в мире цейлонского чая. Огромных слонов и черепах, рубинов и сапфиров и, конечно, бесконечных пищатых пляжей. Экзотическая Шри-Ланка – то место, куда совершают побег из зимы в лето. Здесь меньше туристов, чем в Таиланде. Много зелени, в отличие от Арабских Эмиратов, чище, чем в Индии. А пляжи – вы сами все видите. На Цейлоне всегда светит солнце. Здесь спелые фрукты, серфинг, древние руины и чайные плантации. Однако строить отели на острове начали меньше 10 лет назад. Спросите, почему? Только в 2009 году в джунглях развернулся последний бой затяжной гражданской войны. Так уж сложилось, что два самых многочисленных народа страны – сингалы и тамилы – друг друга совсем не любят. Во многом из-за этой междоусобной войны остров сохранил атмосферу оторванности от внешнего мира. Красоты и древние сокровища зеленого Цейлона – все те же, что во времена европейских колонизаторов. Сегодня в выпуске. В этом городе каждое утро на улицах жгут кокосы и продают цветы для богов. Чем живет Канди – древняя столица последнего сингальского царства. Храм зуба Будды – не путать с зубной феей. Эта святыня тоже исполняет желание. Пробую Шри-Ланку на вкус. Не знаю, тут килограмм перца, наверное, положили. Просто трэш. И куда нас несет? Покажу вам настоящую жизнь ланкийцев. Начинается мое путешествие в аэропорту Шереметьево. У меня прямой рейс. Москва-Коломбо. Длится перелет 8,5 часов. Можно купить рейс с пересадки, лететь через Арабские Эмираты, через Шарджу. Или через Катар, через Току. Но тогда нужно будет подождать несколько часов в аэропорту. Но при этом можно сэкономить. Лечу я не одна, лечу со своей подругой, а с Мариной. И сейчас я вас не познакомлю. Где-то здесь у нас Марина должна быть. Вот она. Марина! Привет! На Шри-Ланке офисному сотруднику Марине впервые предстоит взять в руки камеру и почувствовать себя оператором. Я готова к йоге в самолете. Сейчас посмотрим, какая она будет через 8,5 часов. Знакомство с Цейлоном начинается в самолете. Наши соседи, малыши Бьерн и Синут, летят из Германии, где они родились. На Шри-Ланке остались родственники. Мы живем в Нигамбу. Что это место? Это город, рядом с Катар-Най-Герпортом. Мы приехали туда. Это около 10-15 минут. Катар-Най-Герпортом. Какое место в Шри-Ланке? Какие степень вы можете посетить туристов? Например, я и мои друзья? Есть много местных мест, где я могу посетить. Может, это просто... ...сигири. Сигири. Это, например, Ночной перелет позади. Нас встречают слепящее солнце и женщины в Сааре. Уже в аэропорту ясно, Шри-Ланка готова удивлять. Ребят, вы не поверите, но это дьюти-фри. Когда-нибудь видели, чтобы вот так затаривалось дьюти-фри? Есть несколько способов добраться из аэропорта до местного назначения. Самый бюджетный это поехать через Коломбо, через столицу, оттуда ходят автобусы, поезда во все направления. Нам ехать до Канди. Канди в противоположной стороне от Коломбо. И если мы будем ехать до столицы, то сделаем такой ненужный круг и потеряем минут 40. Мы слабаки и решили дать такси. Мы не хотим толкаться. Не хотим нести наши неподъемные чемоданы. По поводу чемоданов она вообще не увеличивается. А вот машинка. Надеюсь, она выдержит наши чемоданчики. Нас уверяют, что доедем мы за три часа. Если окажетесь на Шри-Ланке, опасайтесь сверхинициативных таксистов. Наш провин из аэропорта повез нас не в отель, а в слоновий питомник. А мы всего-то обмолвились, что хотим посмотреть на слоников. Лишний крюк 20 минут. Выходить из такси не стали. В качестве извинения получили кокос. Водитель решил у нас познакомить с местной кухней, не выходя из такси. Какой сектор какой-то. Повторите нам о том, что вы в Сри-Ланке. В солнечном сезоне, например, для русских туристов. Какой час лучше для посетов вашей страны? Да, в этот раз очень лучше для посетов в Сри-Ланке. И в солнце тоже сейчас стремится. Сегодня только в шоу. И в этот раз очень хорошо для посетов в Сри-Ланке. Вредные советы. Если хотите насолить ланкийцу, скажите ему, что Шри-Ланка очень похожа на Индию. Да, в Сри-Ланке лучше. Не сравнивайте Индию и Шри-Ланке. Мы очень-очень разными. И совершенно разными. Это как на небо и на земле. Окей, дай мне три факта. Почему Шри-Ланка лучше, чем Индия? Три факта. Три факта. Она журналист. Мы очень чистыми и тяжественными. Я согласен. Второе. Мы очень простые и очень молодые, когда в Индии люди много разговаривают. Много разговаривают и нет бизнеса. Много разговаривают и нет бизнеса. Они очень простые. Мы знаем, что человечество и как разговаривают и как разговаривают. Да, это первое. Окей, окей. Через 3-4 часа пути сельские пейзажи сменяют похожие одна на другую бетонные двух-трехэтажки. Большинство построены уже после окончания гражданской войны. На въезде в Канди статуя Будды. Такие установлены в каждом городе и даже маленькой деревушке. Канди – столица горной Шри-Ланки, на мой взгляд, самый приятный для проживания город страны. Находится в самом центре острова. Городок раскинулся на холмах на высоте 465 метров над уровнем моря. Раньше его называли Маханувары или Великий город. В конце 16 века сюда привезли бесценную реликвию – зуб Будды. Для святыни построили большой храм, но туда мы еще доберемся. А пока размещаемся в отеле. Мы выбрали отель с небольшим бассейном, но так в нем ни разу и не поплавали. В Канди можно найти как хостел за 5 долларов, так и 5-звездочные отели. Но они расположены в 3-4 километрах от центра. Придется ездить на такси или тук-туке. Для нас важно жить в историческом центре города, возле главных достопримечательностей. К тому же Канди может послужить удобным перевалочным пунктом. Отсюда легко путешествовать по древним городам Центральной Шри-Ланки. Самый центр города. А смотрите, что написано. Нужно опасаться, что обезьяны залезут в номер и держать дверь закрытой, когда уходишь из номера. Балкон выходит на одну из самых оживленных улиц города. Но что может заинтересовать туристов после долгого перелета и горного серпантина? Только еда. Первое, что бросается в глаза голодным туристам – количество пекарен и кондитерских. В общем, мы успели заметить, что выпечку здесь очень любят. Вот такие вот бейкерны со всякими сладостями пирожными практически, наверное, каждые 100 метров. Да, каждые 100 метров. И, между прочим, нам порекомендовали здесь позавтра. Но судя по всему, кроме суперкалорий, здесь больше ничего нет. Утром и вечером ланкийцы закупают выпечку. Особенно популярны дейткейк с шоколадной глазурью и самосы. Такие жареные пирожки с начинкой и без. В общем, позавтракать я решила вот в таком вот местном заведении вместе с местными жителями. Вот мне и кофе принесли. Спасибо. Вообще, это ресторан самообслуживание, местная забегаловка. Но поскольку я здесь сегодня единственный клиент европейцы, мне вот они помогают. Кофе принесли. Кофе растворимый. Натуральный ресторан, где сейчас завтракает Марина. Это такие булочки вегетарианские, омлет и кофе. Это кошмар. Таблет дико острый. Есть невозможно. Не знаю, тут килограмм перца, наверное, положили. Просто трэш. Я не ожидала такого экстрима, честно говоря, на завтрак. Это заведение открыто в 1886 году. Бизнес семьи Салгада начался с маленькой пекарни, а через десять лет появились кафе и ресторан. На первом этаже – остро и для местных. На втором – ноу-спайси для европейцев. Хотя илангейцы заглядывают. В меню есть царица всех кухонь мира – моя любимая итальянская. На Шри-Ланке готовят все. Итальянскую пасту, индийский рис карри, китайскую лапшу удон. Здесь стоит попробовать рыбу и соки. Но даже с соком могут быть сюрпризы. Думаете, это брокколи? Нет. Это сок из авокадо. На вкус как брокколи, но авокадо. Особый пункт в программе «Гурмана» – вегетарианские кафе Шри-Ланки. Поверьте, это настоящий кулинарный аттракцион. Это что-то вроде огромного нашего блина с набором разных соусов. Я вижу здесь соус какой-то бобовый. Что-то вроде нута с зеленой фасолью. Потом чисто овощной. Морковка, там точно перец есть. Вот, всякие тушеные такие овощи, похожи на лечик. И такая жареная штучка, типа бобовые котлеты. Вилок и ложек здесь нет, не предусмотрено. Есть придется руками. В конце марта – начале апреля Шри-Ланка радует спелыми сочными ананасами, манго, бананами и папайи. А этот незнакомец – рамбутан, растет на деревьях. За фруктами советую отправляться прямо в день или вечер прилета. Не откладывайте это удовольствие на потом. Деревесное яблоко будет. Деревесное яблоко будет. Деревесное яблоко. Деревесное яблоко. С айс-кремом или сглоном. Осваиваемся в вечернем Канде. Город очень шумный. Движение бешеное. Отовсюду разный шум, машины, буддистские песнопения. Сейчас пытаюсь дорогу перейти по пешеходному переходу, ничего не нарушаю. Громкие здесь даже птицы. Только послушайте эти вечерние переливы на набережной озера Канде. Дальше идем на запах, точнее на сладкий аромат лотосов, плюмерий и водных лилий. Их покупают для пуджи или богослужения и подносят как буддистским, так и индуистским божествам. А это еще бутоны не раскрывшиеся. Считается, что слоник Ганеша любит красные цветы, шива – белые, хануман – жасмины, будда – лотосы. Боги радуются виду и аромату цветов, а люди получают взамен благополучие и процветание. Канде – город храмов, буддистских и индуистских, исламских и даже христианских. После вечерних богослужений жизнь затихает, после девяти вечера город спит. Только туристы бродят мимо витрин с манящими драгоценными камнями и самоцветами. Для любителей ночной жизни есть пабы и казино. Везде будет едкий табачный дым, так как большинство туристов на Шри-Ланке немцы и англичане. А в цивилизованной Европе нет запрета на курение в общественных местах. «Где в Канде увидеть слонов?» В данном случае ситуация называется «Чуваки, чуваки, а как проехать парк? Я ни хрена не знаю». Доберемся до Молочного моря. «Возил туда свой гарем». И, наконец, не без труда попадем в легендарный храм Зуба Будды. «Я бы сказала, прорвались». Ритм городу Канде задает солнце. На расположенной недалеко от экватора Шри-Ланки рассвет всегда в 6 утра, закат в 6 вечера. К 7 часам утра город проснулся. Лавочники окуривают свои прилавки, поджигают кокосы. Может, чтобы порадовать одного из местных богов торговли или для дезинфекции. В госучреждения выстраиваются очереди из посетителей. Ланкийцы спешат на работу. То, что накануне могло показаться хаосом, оказывается, имеет свой распорядок. Европейцы замечают его не сразу. Как вот эти плиты с названиями улиц. Если присмотреться, они есть на каждом перекрестке. И Канде – это вовсе не паутина из бесконечных безымянных улочек. Сейчас спустились в подземный переход. Уже настроились на то, что он такой сейчас будет азиатский, вонючий. А нет, смотрите, очень даже симпатичный. Едем поглазеть на слонов. Узнали, что в окрестностях Канде есть небольшой парк, где живет слоновье семейство. Отправляемся в парк смотреть слонов на местном тук-туке. Не знаю, водитель, по-моему, толку сам не понимает, есть ли там слоны и где этот парк. Последний раз ездила на тук-туке в Индии, на Гуам. И это закончилось в Пельске. У меня до сих пор остался шрам. Сейчас покажу. Вот на локте зашивали. Потому что тук-тук ехал по дороге рано-рано утром, еще до рассвета. И водитель не включил фары. Может, там их вообще не было. Из-за угла выскочила корова, и мы врезались в нее. Но она успела убежать, корова не пострадала. А я вот пострадала. Но прошли годы, и вот я снова на тук-туке. Мы надеемся, что корову порезали на стейке. В данном случае ситуация называется «Чуваки, чуваки, а как надо проехать в парк?» Я вот ни хрена не знаю. Слушай, езжай туда за поворот. Куда-то где-нибудь там повернешь, и сейчас бросишь бабушке. Ребята, ну реально вот так вот работает транспортная система Шри-Ланки. Так, указатели на слоновый парк уже есть, это радует. В результате мы добрались до заповедника, расположенного на берегу реки Махавелли, или Махавелли-Ганга. Слоновье семейство, если когда-то здесь и обитало, то сейчас его точно нет. Или, может, слона-то мы и не заметили. В заповедник попали в воскресенье, когда местные приезжают сюда на отдых. Пока одни отдыхают, другие работают. Ланкийцы дедовским способом очищают дно. Махавелли – крупнейшая река Шри-Ланки. Она берет начало вблизи города Хатон. Протекает через Канди, спускается с горы, впадает в Бенгальский залив. В Канди у реки и заповедника расположился жилой квартал. Мы находимся, я так понимаю, в одном из саженых таких элитных жилых районов города Канди. Здесь очень приличные дома кирпичные. Возле каждого дома садик. Украшены дома очень в интересном стиле. Решёточки такие, заборчики. Ну, в общем, обеспеченные жители Канди, как и русские, предпочитают огораживать свою частную территорию высокими заборами. Мы, наконец, добрались до главной святыни города Канди. Место, ради которого многие буддисты сюда, собственно, едут – это храм Зуба Будды. Я бы сказала, прорвались. Вот там находится пропускной пункт. И они реально проверяют, в чём вы сюда пришли. Обратите внимание, Марина у нас зашила своё платье, потому что её разрез оказался слишком. Он аккуратный вообще, ну где слишком. Я считаю, что вообще предвзятое отношение к туристам, потому что здесь девушки в таком виде зашивать даже не думают. Все эти леса наружу, а их, пожалуйста, пропустили, не надо какие шовчики делать. Именно благодаря этому месту Канди стал одним из главных священных городов для буддистов всего мира. Храм Зуба Будды – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый храм построили в конце 16 века. Тогда, в горную часть Шри-Ланки, подальше от европейских захватчиков, перевезли главную святыню – Зуб Будды. Она-то и притягивает туристов и паломников. В общем, чтобы в сам храм зайти, нам надо здесь снять обувь. Все так делают. А дальше уже босиком, причём, знаете, очень горячая земля и уже прям стоять тяжело. Реально. Марина, быстрей, быстрей в лужу, быстрей. Можно расходить ноги перед тем, как сбежать. О май гад. Представляете, камень просто горячий. Да ужас. Через украшенный росписями коридор попадаем во двор барабанщиков. И вот перед нами двухэтажный храм. Это архитектурное сооружение датирует 17 веком, но его много раз реставрировали и перестраивали. Наверх ведёт деревянная лестница. В храме прохлада, тишина и аромат лотосов. Будде и бодхисаттвам принято подносить цветы, рисы кари, сладости. Ланкийцы последователи тхировада буддизма. Он стал проникать на остров ещё в начале 3 века до нашей эры. В 4 веке нашей эры сюда привезли зуб Будды. Его успел забрать с погребального костра один из учеников Будды. На Шри-Ланке реликвия стала символом царской власти. Сегодня святыню хранят в зале под золотой крышей. Увидеть можно только ларец в форме ступы с копией зуба, но и здесь съёмка запрещена. Чрезмерные меры безопасности не случайны. Зуб Будды несколько раз пытались похитить. В 12 веке индийцы, в 16-м португальские монахи и иезуиты. В годы последней гражданской войны возле храма был совершён крупнейший за всю историю острова теракт. Взорван грузовик. Сейчас будем перебегать. Ёб машу мать, ёб машу мать. И бегом, 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 бегом. Горячо, 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 горячо. Все люди вокруг, они просто идут, они просто идут, им всё равно. Ну как? На улице плюс 35, здесь из такого количества свечей невозможно находиться. Ощущение, как будто ты в духовке. И ты курочка-гриль. Конечно, очень красиво и завораживающе. Рядом с храмом Зуба Будда есть ещё археологический музей ланкийский. Вход показан в ту сторону. На самом деле уже и на улице очень интересно, посмотрите. Какие-то деревянные элементы декора, очень красивые. Резьба по дереву традиционная ланкийская. Забрела сейчас просто в удивительную часть храмового комплекса. Это такая парковая зона, волшебная территория. Посмотрите, сохранились барельефы старинные. Камень такой, солнцем обожжённый. Практически нет туристов, сюда вообще никто, видимо, не забредает. Хотя посмотрите, есть на что. Здесь вот фрагменты барельефа. Это слоны. В общем, Азия сегодня ещё раз нам доказала, что место это волшебное совершенно. С утра мы хотели увидеть живых слонов, но в парке их так и не оказалось. Но здесь сегодня спросили одного из хранителей в музее, где можно слонов увидеть. И он нам посоветовал как раз добраться вот в эту часть парка. Здесь действительно есть слоны. В Канде гордятся своим свободолюбием. В отличие от побережья, в горах долго противостояли европейским захватчикам. В XVII и XVIII веках горцы, не желая подчиняться португальцам, а затем голландцам, сжигали дома и прятались в лесах. Но в 1815 году царь Шри Викрама был вынужден присягнуть английской королеве. Сегодня вот с этой башни Петири Пува выступают перед народом все новоизбранные президенты Шри-Ланки, как когда-то кандийские цари. Именно царь Викрама повелел создать на месте рисовых полей озеро Канди. Это искусственный водоём. Местные называют его Кири Мухуда или Молочное море. Видите, вон там на озере Канди, прямо посредине озера, небольшой островок с деревьями цветущими. В царские времена возил туда свой гарем. И там у них происходили встречи. Выбор понятен. С острова открывается прекрасный вид на храм и царский дворец. А на закате золотисто-розовые солнечные лучи купаются в водах Молочного моря. В следующих сериях вас ждут зелёные чайные плантации и рецепт эликсира долголетия. Город-скала Сигирия и экстремальный подъём в пещерные храмы. Мы совсем озверели. Тут реально очень высоко и страшно. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Путешествие по Шри-Ланке только начинается. Субтитры подогнал «Симон»